А теперь время рубрики ориентировка. Пожары с трагическими последствиями и без, а также наказание для наркодилеров. Обо всем подробнее прямо сейчас. Загорел заброшенное здание. Сегодня около полудня пожар вспыхнул на территории бывшей мебельной фабрики. По оперативной информации огонь охватил площадь около 60 квадратных метров. Тушить пожар прибыли 10 боевых расчетов и 30 человек личного состава. Пламя удалось потушить, пострадавших нет. На данный момент причины возгорания уточняются. Артем Тузенков сегодня за решеткой Дзержинского районного суда. Считает, что попал на скамью подсудимых по глупости. Хотел заработать на продаже наркотиков, но молодого человека задержали с поличным. При встрече с полицейскими у обвиняемого при себе было 5 килограммов так называемой скорости. Дрянь находится в этой машине, в моей сумке, в багажнике, внутри в черных целлофановых пакетах, упакованные в зип-локе. Симки находятся в салоне, на ногах заднего сидения, в сумке из-под золота. Ну, там же находится моя сбытка. С какой целью вы прибыли в город Оренбург? С целью, ну, я не знаю, это сбыт, не сбыт, называется. Разложить это, все, в город Оренбург. Сделать закладку? Да. Молодой человек, житель Норильска. Именно в родном городе он уже приобрел опыт наркодилера. Распространял по интернету спайс. Своим наставникам по преступному делу он понравился, и они решили доверить ему дело посерьезнее. 24-летний Артем должен был доставить крупную партию наркотиков в Оренбург. Однако на въезде в наш город его задержали наркополицейские. На видеозаписи момент захвата Артема теперь молодому человеку из Норильска придется провести несколько лет в колонии строгого режима. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 30, частью 5 ст. 228 премии Уголовной Котерской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей доход государства без лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Стоит отметить, что сегодня в зале суда еще два обвиняемых, которые были задействованы в этом деле о наркотиках. Артем согласился сотрудничать с полицейскими. В Оренбурге провели оперативный эксперимент, с помощью которого было задержано два оренбуржца. Они покупали зелье у Артема, за что сегодня тоже получили срок, правда условный, по три года. Всегда найдутся уроки, которые будут заниматься, будут покупать. А ты сам почему этим занимался? Поговорите, смотрите. И что там? Это самый ужасный город в России. Я всего лишь хотел уехать оттуда и вывезти свои зелье. В Бузлуке в колодце теплотрассы заживо сгорели два человека. Пожар произошел вчера около 11 часов вечера. Загорелся мусор на площади в 5 квадратных метров. На дне колодца пожарные обнаружили два обгоревших тела. Лица погибших не установлены. Предполагаемая причина пожара – это неосторожное обращение с огнем. Один из очевидцев говорит, что накануне вечером видел, как в колодец спустились люди без определенного места жительства. Они, по всей видимости, жили там. Два бомжа, баба с мужиком. Но у них там постельно все было. При натуре там постельно все было. Сейчас трупы погибших направлены в морг для установления причин смерти. Также проводится доследственная проверка.